Дорогие зрители, приветствую вас на нашем первом выпуске кулинарного шоу, где мы готовим быстро, вкусно, а главное полезно, во многом благодаря продукции Цепка. Сегодня в нашем меню три блюда. Это классический плов, это шикарное оливье и полезный майонез. Также мы приготовим шикарный гранатовый сок. Не имея каких-то кулинарных навыков, я сегодня приготовлю эти блюда во многом благодаря продукции Цепка. Ну что, если вы готовы, поехали! И начнем мы наше кулинарное шоу с первого блюда салат оливье. Для нарезки мы будем использовать ножи компании Цептер с рукояткой из оливкового дерева. Это новая коллекция серии профессиональных ножей Феликс Золингер. Ну что ж, проверим эти ножи с новой коллекцией. Будем нарезать для салата оливье морковку для начала кубиками. Легко идет, прям как по маслу. Очень удобно сидит рукоятка в руке. Но как я и говорил, моя супруга чаще всего занимается кулинарным приготовлением, а мне достаются все лавры дегустатора. Но здесь сегодня я буду удивлять ее. И вы знаете, должен заметить, что это очень приятно и здорово готовить, осознавая то, что твой любимый человек скоро попробует, так же обрадуется. Мы нарезали морковку и теперь переходим к картошечке. Ну, так же обычно крахмальная картошка, в ней нож застревает и очень тяжело режется, но здесь очень легко и удобно. А картошечку мы аналогичным образом нарезаем кубиками. Существует множество различных способов приготовления оливье. Кто-то добавляет лук, кто-то не добавляет. Но сегодня мы добавим его, нарезав мелко, чтобы он не особо чувствовал себя в салате, но при этом помешал нашему телу. Должен заметить, что для меня, как дилетант в приготовлении кулинарных блюд, процесс идет очень легко и увлекательно. Ножи и рецептор очень легко и быстро справляются с задачей. Позволяет даже мне легко и быстро нарезать этот лук мелким образом. Существует множество вариантов приготовления салата оливье. Классические, вообще с курицей. Иногда добавляют колбасу, но мы сегодня добавим горячий. Небольшими кусочками, также кубиками, красиво и гармонично нарезаем для салата оливье. Легко, как по маслу ведет. Ну что, все ингредиенты для нашего первого блюда, салат оливье, готовы. И я думаю, нам нужна кастрюльчка поменьше. Мы воспользуемся посудкой двухлитровой компании «Цектор», для того, чтобы приготовить этот шедевренный блюдо. Первым у нас отправляется мяско. Шикарная миска барон, малая, очень удобная, практичная. В ней можно все ингредиенты отдельности, как по отдельности, так и вместе составлять. Итак, далее за морковкой и мясом у нас управляется картошечка. Ну и поскольку приготовление оливье, оно по слоям, мы сейчас разровняем немножечко, чтобы оно аппетитно, вкусно и, главное, гармонично приготовилось. Итак, все готово, но осталось положить яйца. Мы кладем яйца, накрываем все крышечкой. Ну что, салат оливье почти готов. У нас разделяется 10-15 минут от готовности. Вот таким вот легким движением руки мы включили нашу индукционную плету компании «Цектор», на которой находится посуда с нашим салатом оливье. Особенные свойства этой посуды в том, что при минимальных температурах она сохраняет максимальные полезные свойства, очень необходимые для жизнедеятельности человека. Прошло 15 минут, можно уже выключать наше блюдо, в котором уже завершилось приготовление салата оливье. Мы переходим далее. У нас сейчас мы будем готовить майонез. Я привык покупать вообще майонез в магазине. И для меня очень в новинку. И в новую узнать, что можно его приготовить самостоятельно. Для этого нам необходимы перепелиные яйца. Необходимо горчица, лимон, перец, соль, немного масла. Ну и, конечно же, это невозможно без блендера «Микси». Итак, подключаем наш блендер «Микси». Наши перепелиные яйца. Такие вот маленькие, крошечные. Но, знаете, преимущество перепелиных яиц в том, что, потребляя их в сыром виде, человек никогда не сможет заразиться сальмонеллой. Поэтому они экологически чистые, полезные. Ну и в следующий раз, когда меня жена попросит купить майонез, я просто легким движением руки приготовлю его. Чем удивлю ее, я думаю, вы тоже возьмете это на вооружение. Яйца у нас в чаше. Переходим на горчицу. Где-то одну чайную ложечку. Она ему вполне будет достаточно. Соль и перец можно добавить по вкусу. Я лично люблю поострее. Наверное, это африканские корни во мне играют. Немножечко. Около пол чайной ложечки соли вполне будет достаточно. Также для вкуса нужно добавить лимончика. Треть лимона отрезаем. Также добавляем наш почти что уже готовый майонез. Лимонный сок выжимаем. И приступаем к смешиванию всех ингредиентов с помощью миксера полного погружения в микс. Конечно же, мы не можем обойтись без добавления подсолнечного масла. Итак, наш майонез готов. Посмотрите, какой густой. Какой вкусный, сочный. Сейчас мы переложим его в другую емкость. И приступим к смешиванию салата Али. Волшебные ароматы витают здесь, в нашей студии. И я сейчас открою крышку, и мы посмотрим, насколько же завершилось приготовление. Вау! Сразу веет запахом Нового года. Я не знаю, кого как, но у меня оливье всегда ассоциируется с классическим блюдом на новогоднем столе. Наши ингредиенты свежеприготовлены, а не горячие. Для того, чтобы дать им остыть, мы возьмем нашу мисочку ворон и переложим сюда яйца. Ох, как горячо и как ароматно! Так, наши яйца сварились, мы их уже почистили. Сейчас переходим к нарезанию. Их для салата Оливье. Обратите внимание, какие желтки. Яйца сварены вкрутую. И это во многом благодаря посуде Цептер, в котором блюдо Оливье готовилось без добавления воды, что для меня и многих это уникально. Ну и финальный штрих приготовления блюда, это смешивание всех ингредиентов для нашего Оливье. Для этого нам понадобится большая миска барон, куда мы сначала пересыпаем наше мясо, картошечку, морковку. Как это все ароматно и вкусно! Запах Нового года, запах гостей, запах шикарного на Стархана. И также по порядку мы прикладываем сюда наши вкусные яички. Должен заметить, что приготовление салата Оливье заняло не больше 20 минут. И с учетом того, что моя супруга готовит это в два раза дольше как минимум, с продукцией Цептер теперь эту обязанность я возьму на себя. Гороший. Сочный, свежий. И мелко нарезанный лук. Все отправляется в единую нашу большую мисочку барон, которая, сохраняя все полезные свойства и аромат нашего салата Оливье, позволит нам насладиться. И финальный момент майонез, приготовленный нашим фирменным способом, должен признать очень простым и доступным. Я думаю, две-две с половиной ложечки на такую большую мисочку будет вполне достаточно, хотя любите. Перемешиваем все наши ингредиенты. салата Оливье и размешав до однородной массы, мы завершаем приготовление салата с лёгкой ноткой укропа. Огородим сверху. Пока салат Оливье подаётся к столу, мы переходим к главному блюду плов. Для этого мы воспользуемся новой коллекцией ножей от Цептер. И все ингредиенты перед вами нарежем для начала мяса. Конечно же, всё это будет томиться в нашей шикарной посуде Цептер. И здесь, как вы видите, мы перемешаем все ингредиенты сразу, так же как и в Оливье. Совсем другой метод приготовления блюд, от традиционного, как вы привыкли видеть. Нарезаем мелкими кубиками, на самом деле можно и крупными, и мелкими, на любителя. Но я люблю, когда всё эстетично, мелко. И я люблю плов без лука, поэтому лук мы в плов добавлять не будем. Очень легко, как по маслу, режется это мясо, наша говядина, она без жира, обратите внимание. И благодаря свойствам посуды Цептер, всё мясо будет томиться в собственном соку посуде и сохранит все свои полезные качества. У многих наших зрителей возник вопрос, почему же мы главное блюдо оставили напоследок. Всё дело в том, что благодаря продукции Цептер, такое главное блюдо, как плов, можно приготовить всего за 9 минут. Да, я думаю, вы со мной согласитесь, это чудеса, но и чудеса возможны вместе с Цептером. И для меня самого впервые готовить плов, ещё его готовить, используя продукцию Цептер, это новшество. Ну, согласитесь, кто бы не хотел удивить свою приятную половинку, приготовив быстро, после работы, всего лишь за 15 минут горячее блюдо, красиво его красить и презентовав на семейный обед или ужин. Теперь мы смешиваем все ингредиенты и я думаю, вы обратили внимание на такую вот интересную крышку поверх нашего блюда, это крышка Synchro Click. Благодаря её свойствам блюдо будет томиться в собственном соку и буквально за 9 минут мы с вами станем свидетелями приготовления шедеврального плова. Итак, крышечку мы откладываем, приступаем к приготовлению плова и в первую очередь мы заложим наше блюдо морковку. Здесь немножечко последовательность ингредиентов отличается. Вначале мы закладываем в нижний слой морковочку, после переходим к нашему мяску равномерным слоем, поверх морковочки его кладем. Вот так вот, сочно, вкусно, аппетитно. Далее идет рис. Для приготовления плова данным способом подойдет любой пловный рис, акмаржан, барака и другие сорта. И сверху это все изящество прикрываем еще одним слоем морковки. И осталось нам залить наше блюдо водой. Мы будем использовать ее в воду фильтра Цептер Аквина Про. Берем нашу емкость и нам будет необходимо около 700 мл воды для нашего блюда плов. Равномерно ее добавляем в наше блюдо. Ну и как мы с вами заметили, для приготовления блюд с помощью продукции Цептер не требуется добавление масла. Это очень и очень круто. Ну а для нашего блюда плов соль и перец по вкусу. Вся магия в приготовлении блюда плов в этой великолепной крышке Синкро Клик. Закрываем. Раз. И через 9 минут плов будет готов. И пока главное блюдо готовится, мы переходим к приготовлению свежевыжатого гранатного сока. Гранатовый сок мы приготовим при помощи шнековой соковыжималки More Juice Press от компании Цептер. И прямо сейчас вот в такой вот вакуумной красивой упаковочке, которая позволяет в 5 раз больше сохранять полезные свойства продукта. И так мы производим раз вакуум нашего граната. Отличительные характеристики данной соковыжималки заключаются в том, что она работает на малых оборотах, буквально 50 оборотов в минуту, что позволяет сохранить все полезные свойства овощей и фруктов, которые мы проводим через соковыжималку. Также тот материал, из которого изготовлена соковыжималка, не содержит бисфенол, то есть BPA-free. Обратите внимание, я опустил всего лишь пару ложечек, а уже какое количество сока выходит. Благодаря этой уникальной запатентованной технологии More Juice Press в прямом смысле More Juice дает больше сока. Обратите внимание, что с левой стороны у нас чистый сок, а с правой стороны сухой и сухой жмых выходит. Это говорит о том, что здесь у нас уже концентрируется свежий, полезный, а главное витаминный гранатовый сок. Итак, свежевыжатый сок готов и мне не терпится перелить его в наш стакан. Обратите внимание на этот насыщенный цвет, насколько свеж, полон витаминов и полезный этот натуральный сок. Прошло 9 минут, наш плов готов и сейчас мы можем выпустить пар и после подать наше блюдо на стол. Итак, 9 минут прошли, наше главное блюдо плов готово и прямо сейчас здесь у нас на кухне студистый просто невероятный аромат. Не терпится мне открыть крышку и насладиться этим шикарным блюдом. Обратите внимание, мы, еще раз повторю, готовили с вами без добавления масла. И обратите внимание, насколько сочный, шикарный получился плов. Мы сейчас его перемешаем. Благодаря уникальной технологии от Цептор данную посуду можно легко держать, не боясь обжечься за ручки. Вот так вот мы перемешиваем у нас шикарный плов и подаем его на шикарной тарелочке фарфор Эден. Уже не терпится мне насладиться этим блюдом. А я напоминаю, что впервые в жизни я приготовил плов. Обычно говорят, что первый блин комом и подобные выражения вы можете часто слышать, но только не с посудой продукции Цептор. Итак, дорогие друзья, подытожим. Буквально за 20-25 минут мы с вами приготовили такие блюда, как плов, оливье, который заправлен нашим фирменным майонезом и свежевыжатый гранатовый сок. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!